Эх, опять непогода за окном Придется снова сидеть дома Здравствуйте, ребята Ну хорошо, что у меня есть такой прекрасный друг Следопыткин Он же всегда найдет чем заняться К тому же он великий выдумщик и фантазер Нет, ну вот посмотрите на него Он опять летает в облаках Наверное, замышляет что-нибудь интересное Эй, следопыткин Ой, да, что? Здравствуйте, ребята Извините, замечтался Вот бы люди могли регулировать погоду Раз, и включил солнышко Или при необходимости снег, или дождь Да ты действительно фантазер Я думаю, мои фантазии будут оправданы И в скором будущем человечество научится управлять погодой Ведь есть же, например, ученые-метеорологи Которые занимаются изучением природных явлений И предсказывают погоду А поехали в Институт прикладной физики Точно, я могу тебя и всех зрителей Познакомить с Даниилом Александровичем Сергеевым Я думаю, он нам поможет разобраться В природных явлениях Знакомьтесь, Даниил Александрович Сергеев Старший научный сотрудник отделения геофизических исследований Здравствуйте, ребята Скажите, а из-за чего меняется погода? И почему иногда так быстро? Только что светило солнце А сейчас уже пасмурно льет дождь И снег идет Погода меняется из-за того, что воздушные массы Имеющие различную температуру и влажность Постоянно движутся над нами в атмосфере И мы действительно чувствуем смену изменения погоды Почему? Потому что именно над океаном зарождаются циклоны Огромные атмосферные вихри Это очень важные погодные системы явления Они усиливаются над океаном И могут достигнуть больших сил ветра И приносят с собой осадки Приближаясь к прибежным городам Они вызывают интенсивные ливни, ветры Штормовые нагоны Могут вызвать затопление Я думаю, все вы помните О разрушительном урагане Катрина Который нанес страшный удар по Соединенным Штатам Погибло тогда более двух тысяч человек Да, конечно Слышали в новостях Но мы ведь живем далеко от океана И нам не грозит такая опасность Я согласен Но в России существует достаточно много прибрежных городов Например, на Дальнем Востоке Наши города часто чувствуют на себе удар тайфунов Зараздающихся на Тихом океане А буквально в это время Сильный циклон на Западе Испортил погоду в Санкт-Петербурге и в Калининграде А до этого он сильно потрепал по бережу Англии и Франции Циклоны – один из важнейших факторов Оказывающих влияние на погоду Их перемещение является одним из основных признаков Указывающих на приближение атмосферных осадков Как известно, вода нагревается под солнечными лучами Медленнее, чем суша И медленнее отдает тепло Над обширными водными поверхностями морей и океанов Образуются области более теплого и влажного воздуха Некоторые из этих областей перерождаются в циклоны Которые формируются в тропосфере Низшем слое атмосферы Атмосферное давление в конкретном месте Зависит от влажности и температуры воздушных потоков Давление у циклонов понижается от периферии к центру Поэтому вблизи поверхности Земли Воздушные течения направлены к центру циклона Все циклоны имеют вращательную составляющую скорости ветра В северном полушарии она направлена против часовой стрелки А в южном – по часовой Мощные циклоны формируются в северном полушарии Над Атлантикой При этом образуется сильная облачность И выпадают осадки А как нужно исследовать циклоны? И как за ними следят? Конечно, природные явления нужно исследовать в натурных, в реальных условиях То есть нужно изучать поведение океана и атмосферы Именно в условиях циклона в природе Для этого нужно проводить измерения Кое-что можно получить с помощью спутников Например, фотографировать циклоны Измеряя их в верхней части Но на высотах менее 1 км Нужно проводить контактные измерения Часть информации дают автономные станции Но, к сожалению, не всю информацию можно получить с их помощью Поэтому иногда посылают специальные самолеты Которые летают через глаз урагана и собирают информацию Это очень опасно в штормовых условиях И эти данные порой достаются очень высокой ценой А как же вы их изучаете в Нижнем Новгороде? Далеко от океанов и морей? Сейчас я вам покажу, мои юные друзья Как я вам уже говорил Исследовать циклоны, ураганы в натурных условиях Иногда очень опасно и сложно Поэтому люди строят лабораторные экспериментальные установки На которых эти явления можно смоделировать И вы сейчас присутствуете на одной из таких установок Уникальных установок Это ветроволновой канал Института прикладной физики На этой уникальной установке можно создавать ветер До 40 метров в секунду Что соответствует ураганному условию Также на ней можно изменять температуру воды и воздуха Что очень важно при моделировании циклонов Например, в полярных широтах Мы можем нагревать воду с помощью специальной системы А воздух брать с улицы И тогда у нас получается, как в полярных широтах Когда теплое течение Гольфстрим встречается с холодными ветрами Арктики Даниил Александрович, мы видели волны А как же изучить ветер над волнами? Надо сделать так, чтобы воздух, ветер стал видимым Для этого мы добавляем в него микрочастички, почти пыль В обычном случае они не видны Но мы их подсвечиваем лазером О лазерах вы вели беседу в предыдущей передаче И тогда в поле лазерного свечения они становятся видимыми И мы снимаем их на специальную высокоскоростную камеру Потому что обычным глазом их, конечно, отследить невозможно А мы видели у вас в лаборатории экспедиционное оборудование Значит, ученые все-таки в экспедиции ездят? Да, конечно же, ездим в экспедиции В прошлом году были в дальние экспедиции Прошли через всю Атлантику От Голландии до Антактиды Провели очень много интересных измерений Ездим много в экспедиции на наши моря На Белое море, на Черное море, на Балтику И в том числе ездим на Горьковское водохранилище Всем вам хорошо известно Действительно, на внутренних водоемах погода порой меняется очень быстро и сильно Это связано с их небольшими объемами и особенностями ландшафта Иногда даже на нашем водохранилище из-за сильного ветра закрывают судоходство Кроме того, от того, как дует ветер, как он перемешивает воду в них Зависит от того, как она цветет, как засоряется Поэтому попутно мы решаем и экологические проблемы Это очень интересно Ну что ж, ребята, надеюсь, вам было интересно И вы поняли, как изучаются природные явления И зачем все это нужно Да, спасибо, Данил Александрович Нам было очень интересно Скажите, а мы с вами сможем отправиться когда-нибудь в самую настоящую экспедицию? Да, конечно, когда подрастете и решите связать свою судьбу с наукой К сожалению, на сегодня все Мы с вами прощаемся До новых исследований и открытий! Почему? Звезда горит И летит метеорит Как устроен самолет? Что там делает пилот? А когда течет река? Зачем в небе облака? Как найти на все ответ? Нет проблем Нужно сделать опыты, провести эксперимент Потом получим выводы и вследствие ответ! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok